приветствую вас дорогие друзья вы на канале smart life в этом видео мы рассмотрим бюджетную новинку от компании huawei под названием honor 8c которая конечно не поражает техническими характеристиками за свою сумму но способна обеспечить своего владельца достаточной производительностью и автономностью давайте вместе более детально изучим данный аппарат и узнаем все его достоинства и недостатки все необходимые ссылки можете его привести как обычно размещены внизу в описании комплектации нас баловать не стали в коробке вместе со смартфоном вы обнаружите блок зарядного устройства на 5 вольт 2 ампера кабель usb micro usb скрепку для звечения лавка под сим-карты и различную мануальную инструкцию продается смартфон в четырех цветовых решениях черный золотой и сиреневый и синий как у меня диагональ его составляет 6,26 100 дюймов при соотношении сторон 19 9 закругление 2 5d есть олеофобное покрытие тоже присутствует кстати изначально на смартфоне была наклеена защитная пленка и на ней тоже был небольшой слой олеофобного покрытия в верхней части расположились фронтальная камера разговорный динамик внутри которого встроен разноцветный индикатор событий и сэлфи вспышка внизу расположились надпись компании honor и на экранной сенсорной кнопки управление жестами в моей версии прошивки пока нет но говорят что следующие прошивки уже внедрили на верхней грани видим трех с половиной метровый джек для наушников и отверстие дополнительного микрофона для громкой связи либо шумоподавления и это хорошо внизу перфорация основного динамика micro usb разъем и отверстие разговорного микрофона справа кнопки управления питанием и громкостью пластиковые люфта не имеют слева полноценный лоток p2 наносим и micro sd карту и это несомненно плюс сзади видим две раздельные основные камеры средную вспышку с камер отпечатков пальцев и ближе к нижней части логотип компании honor корпус смартфона выполнен полностью из пластмассы пластик я бы назвал практичным потому как он не глянцевый и отпечатки пальцев на нем особо незаметно также отмечу красивое переливание на свету хорошую эргономику и добротную сборку похрустывание излишних зазоров и прогибание задней крышки тут нет внешне конечно просматривается в нем некая бюджетность и как ни крути а использовать смартфон без чехла я бы не рекомендовал иначе царапин вам не избежать телефон работает под управлением первой прошивки я и 8.2 на базе восьмого андроида прошивка у меня глобальная с поддержкой без проводного обновления но на момент записи видео ко мне пока обновление приходило но я думаю что это вопрос времени в скором времени все у нас придет давайте быстро пробежимся по нашей прошивке перевод но здесь полноценный можно так сказать что у нас здесь есть вай фай монитор естественно присутствует потом в экране цветовую температуру дисплея под себя можете более тонко настроить это всегда хорошо защита зрения присутствует также вот можно скрыть так называемую нашу монобровь сделать заливку черным цветом и кстати смотрится очень даже неплохо то есть видите симметрично мне верхняя нижняя часть смотрится очень даже таки красиво пускай будет так дальше что у нас здесь еще на умное разрешение на самом деле не не задействуется потому что здесь разрешение не так маленькая так что еще интересного ну вот в управлениях тут нас управление одной рукой присутствует спец возможности куча всяких тут у нас настроек в общем принципе функционал у ем я очень хорошие прошивка лично мне как бы она очень даже нравится так но здесь у нас обновление системы системной навигации хотел вам показать что видите пока управление жестов нет но можно сделать либо одну кнопку навигационную либо вот три либо перемещаемую одну думаю что всем скоро появится у нас и стандартное управление жестами а также что мне еще понравилось в экране хотел вам сказать вот стиль рабочего экрана то есть можно сделать как все иконки находятся на рабочем столе так и сделать так чтобы была кнопочка на меню где располагаются все основные приложения лично мне это импонирует это хорошо значит лаунчер работать шустро ничего не подтормаживает смотрите все в порядке с этой стороны нас лента новостей напоминаю ее можно без проблем убрать зайти в настройки вот здесь видите google fit убираем галочку все с этой стороны на ленты новостей у нас нет верхняя шторка выглядит привычным образом google сервисы предустановлены все в порядке анимации нигде не подтормаживает так что у нас здесь диктофон фонарик fm-радио тоже у нас присутствует многим это понравится в общем по программы составляющей все отлично никаких глюков проблем и всяких косяков не замечено то есть прошивка стабильная хорошая и очень функциональная давайте проверим работу сканера отпечатков пальцев смотрите все в порядке процент попадания скорость распознавания довольно таки высокие в этом плане все хорошо функция фсаде тоже смотрите работает исправно и скорость распознавания довольно хорошая в полоте мне конечно не так все быстро но вполне комфортно можно пользоваться работать на снафон под управлением процессором андреагна 632 64 битный 8 ядерный процессор выполненный по 14 нм процессу так максимальный такт варсистан 1800 мегагерц графический чип adreno 506 разрешение у нас здесь конечно слабенькая hd plus и плотных пикселей составляет 268 ppi оперативной памяти 3 гигабайта lp dr3 но есть китайские версии на 4 гигабайта постоянной памяти в рс-то версии как у меня 32 гигабайта но опять китайские версии есть у нас и на 64 гигабайта так дальше antutu наш телефон набирает 101 тысячу баллов в принципе хорошая показатель гигбенч 1200 и 4600 и в 3d mark 526 и 558 баллов в принципе по синтетике тесты очень даже меня хороший мультитач полноценный на 10 касаний сенсор отзывчивый по поводу датчиков тут у нас в принципе не хватает только гироскопа то есть магнитный сенсор есть компас а вот гироскопа нет но при этом разрешении я думаю что вы вряд ли бы смартфона пользовались в очках витальной реальности ориентиры освещения приближения все остальные нас датчики имеются значит вай файн как вы знаете ротор находится за одной стеной смотрите показатели очень даже хорошая значит а вот поддержки полосы в 5 гигабайта большого сожалению нас здесь нет то есть в этом плане много не дочет но к соседскому ротору давайте подключимся через три стены на другом этаже пробивает сигнал тоже очень даже хорошо значит модуль nfc к большому сожалению сюда не завезли печально хотелось бы здесь увидеть nfc было бы туда очень даже хорошо но к сожалению не поставили в ростоверсию функция утить у нас имеется все в порядке можно подключать флешку мышку клавиатуру и принтер для вывода печати и bluetooth через три стены пробивает тоже без проблем версии 4.2 теперь давайте остановимся на нашем экране экран матрица ips оgs естественно углы обзора довольно таки неплохие все в порядке значит максимальный минимальный порог яркости тоже комфортный на солнце в принципе пользоваться можно и в полной темноте напряга для вашего зрения не будет ну вот вот плотность пикселей конечно тут у нас слабенькая сами понимаете 268 5 если сильно присматриваться пиксель вы конечно увидите но если стандартно пользоваться скажу вам честно пикселизации незаметно в общем экран не сказать что прям таки крутой но не сильно плохой в принципе довольно таки неплохо неплохо экран по цветопередаче и запасу яркости откалиброван он хорошо значит если вы берете смартфон глобальной версии то у вас будет поддержка всех непонимых бэндов если берете в китайский то учите что 7 и 20 бэнда в 4g сетях у вас поддержки не будет значит качество разговорной динамикой микрофоном хорошие все было хорошо слышно и мнением собеседнику проблем с потерей сигнала ни разу не возникало тоже берет держит сигнал всегда уверенно значит качество звучания в наушниках ну естественно не флагманская но неплохой если вы имеете хорошие наушники то будете довольны звучанием в полной мере то есть запаса громкости здесь у нас хватает и частотный диапазон довольно таки хороший то есть в принципе звук наушниках мне понравился давайте проверим звук внешнего динамика вы знаете внешний динамик тоже довольно таки хороший каких-то подхрипываний репени нет запаса громкости хватает и он довольно таки чистый то есть высокие низкие средние более менее прощаются детальки хорошо в общем внешний динамик мне здесь понравился давайте произведем gps от нашего смартфона на улице на сегодня пасмурная погода значит спутники ловит он хорошо у него есть поддержка как gps так и глонасс так и китайский спутников байдоу порядка 25 спутников у меня определяла а это очень хороший показатель в общем gps модулем здесь все отлично значит по поводу игр здесь ситуация довольно таки неплохая то есть в большинство игр вы будете играть на максимальное значение графики без каких-либо проблем это касается асфальт 9 там асфальт 8 асфальт экстрим само собой и танков кстати танки на максимальных значениях графики комфортно идут без проблем то есть fps будет на уровне 50 60 кадров в секунду очень даже круто это меня удивило все это благодаря hd плюс разрешению то есть невысокое разрешение в связке с графическим чипом adreno 506 дает очень хорошие показатели но в такие игры как паб к сожалению выше баланса графика у нас не выставляется то есть видите в каких-то играх смартфон себя проявляет очень даже круто каких-то таких вот средние низких показателей я бы так сказал но в любом случае как бы с играми где ситуация можно сказать хорошая во всех игры сможете играть без проблем и наслаждаться комфортным геймплеем по поводу нагрева значит корпус греется до 35 градусов дискомфорта я вообще не испытывал то есть можно играть долго без проблем процессор греется до 46 градусов тоже хорошие показатели давайте посмотрим на уровень яркости нашего фонарика ну смотрите все в порядке фонарик довольно таки хороший камера нас имеет такой вот интерфейс значит что у нас по настройкам ну запись видео у нас максимально фоне разрешением поддерживается кстати есть кодек h265 прикольно раньше такого не замечал значит ну тут нас панорама дополненная реальность различные фото фильтры hdr в принципе по настройкам тут у нас полный фарш как говорится портретный режим режим диафрагмы где вы можете выбирать степень интенсивности разметия заднего фона режим искусственного интеллекта в общем принципе настроек тут у нас хватает основная камера на 13 мегапикселей с апертурой f1.8 что за сенсор я узнать не смог но в общем принципе фотографируют довольно таки неплохо с хорошей детализации все в порядке при достаточном свете снимки получаются довольно таки годная в темноте фокусироваться не нужно камера будет самоловить автофокус но в общем при недостатке света конечно камера фотографируют так средне я бы так сказал то есть в принципе ну не могу сказать что прям таки сильно плохая камера но не сильно хорошие на таком вот среднем уровне я бы так вот выразился добавлю пару снимков сами сможете все оценить фронтальная камера на 8 мегапикселей тоже фотографируется в себе довольно таки неплохо ничего выдающегося но неплохо то есть достаточно как по мне тут фото возможности достаточно а плюс не забывайте что у нас здесь есть селфи вспышка в темноте она будет вам помогать видите ну да да помогает действительно какой-то толк от нее есть но там далее смотрим примеры фото и видео и оценивайте все сами давайте произведем тест камеры нашего смартфона запись видео производится в full hd разрешении фокусировка как автоматическая так и по тапу отрабатывает автофокус очень быстро и плавно значит стабилизации к большому сожалению в камере нет поэтому переходить картинка будет дрожать придется делать google фото по стабилизацию только так давайте произведем цифровый зум 8 раз детализация хорошая снимает хорошо давайте посмотрим как снимает видео при недостатке освещения посмотрим на автофокус все в порядке работает быстро частоты кадров хватает полной темноте тоже частоты кадров все у нас порядке ну и фокус тоже определяет хорошо ну и привычная запись видео со вспышкой яркости вроде бы как хватает частоты кадров тоже все в порядке при макросъемки автофокус ловит быстро пересвет экспозиции нет 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 макросъемки автофокус ловит быстро пересвет экспозиции 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok